Продолжаем наше путешествие по малоизвестным, но прекрасным местам Турецкой ривьеры. Дороги исторического центра Аллачатой местами перегорожены барьерами. Первоначально это вызывает недовольство и недоумение, но потом приходит понимание, что это сделано для того, чтобы обеспечить тишину и покой для отдыхающих в отелях. Подъехать к отелю на машине у нас не получилось, но от парковки наши отельеры доставили нас с ветерком. Наш очередной пункт назначения курортный городок Аллачатой. Прекрасная возможность посидеть прямо возле номера за столиком, но здесь уже понабежали кошки. Согласитесь, завтракать в такой атмосфере одно удовольствие. Как романтично вы под вальс завтракать планируете. С телефонами, да? Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Сидим. Еще французская мелодия. Синичек. Сегодня прям нам хлеба не позволили. Вчера не было что-нибудь так. Вчера что были? Вовсак или? Попробуемся. 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 Сейчас 10-14-15. Когда после двух недель путешествия по турецкой ривьере мы вернулись к себе домой в Аланию, знакомые турки, которые меня встречали, они тут же начинали расспрашивать, где вы были. Так долго вас не было. Я начинал рассказывать и перечислять там курортные города и городки, в которых мы были. И когда дело доходило до названия Аллачаты, тут же следовал вопрос, Аллачаты красиво? Конечно красиво! Я вообще теперь считаю, что Аллачаты это самый красивый курорт Турции. И вы увидите это дальше. А пока немного истории этого города. Аллачаты находится в провинции Измир. Население его на сегодняшний день составляет порядка десяти с половиной тысяч человек. Он известен в первую очередь, конечно же, своей архитектурой. И считается одним из самых традиционных городов Турции с каменными домами, узкими улочками, бутик-отелями и ресторанами со столиками на улицах. По местным меркам это достаточно молодой город, потому что свою историю он начинает по разным источникам, там с 14-го и 15-го веков. Ну, по крайней мере, первоначально он где-то в 17-м веке был заселен в основном греками. Было смешанное население, жили вместе с греками, конечно, и турки. Влияние традиционной греческой или турецкой архитектуры видно на домах и сейчас. У турецких домов есть джумба. Это такой эркер, выдающийся из стены здания на первом или последующем этажах в старых турецких домах. Благодаря своей уникальной архитектуре город был объявлен историческим местом в 2005 году и все его здания находятся под охраной государства. Город Алла-Чаты находится в достаточно ветреном месте и на заднем плане на холмах вы сейчас можете видеть современные ветряные электростанции. Ну, а традиционные мельницы, которые использовались когда-то, сейчас не работают, но они являются украшением города и центром притяжения как для туристов, так и для местных жителей. Ну и по традиции вечерняя прогулка по турецкому городу. В Турции прогуляться по вечернему городу и посидеть где-нибудь в кафе или ресторане это отдельный вид удовольствия. Собачки себя чувствуют весьма вольготно и естественная часть жизни турецких городов. И вообще атмосфера города очень расслабленная и доброжелательная. Не зря Алла-Чаты является одним из основных курортов Эгейского региона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, насколько доброжелательна атмосфера города и как в нее вливаются наши друзья из Казахстана и Польши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok